Здравствуйте! Я приветствую зрителей программы «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Зульфира Геляхова. Сегодня в республиканских школах прозвучит последний звонок для 6000 выпускников. По традиции прощание со школой пройдет в торжественной обстановке. Нарядный учащийся на пустыре учителей, вальс и символический прощальный звонок. Затем праздник переместится на улице Нальчика и в городской парк. Стоит отметить, что торжественная линейка впервые проводится 23 мая. Это связано с тем, что уже через три дня выпускники приступят к сдаче ЕГЭ. Госэкзамены начнутся 26 мая и продлятся до 11 июня. Резервные дни с 16 по 19 того же месяца. В КБГУ проходит международная научно-практическая конференция, посвященная 150-летию окончания Кавказской войны. Участники конференции, юристы и историки из республик СКФО и стран Закавказья обсуждают правовые нормы кавказской цивилизации, их истоки, особенности и мировое значение. Год от года конференция объединяет под своей эгидой ведущих представителей научной общественности, выступления доклада которых посвящены поиску решений важнейших геостратегических задач развития северокавказского региона. Участники научного форума уже подчеркнули актуальность исследования вопросов государственно-правового развития народов Кавказа, а также выразили надежду, что решения, принятые в ходе конференции, дадут новый импульс общему развитию региона. Учащиеся лицея для одаренных детей побывали в архивной службе республики. Там прошел урок культуры народов Кабардино-Балкарии. Тема – столетие поэта и прозаика Алима Кишокова. Рассказ о жизни и творчестве нашего известного земляка сопровождался показом уникальных документов из фондов хранилища. Это и рукописи, и личные письма Кишокова. Всего 260 единиц. Побывали школьники в хранилище фондов заслуженных деятелей культуры и науки республики, а также познакомились с фотовыставкой, посвященной поэту и другим известным современникам. Десятилетний танцор и знальщик Атамерлан Калмыков примет участие в концерте известного музыканта Владимира Спивакова. На московскую сцену он выйдет в конце мая. Юный артист запомнился о российской публике после яркого выступления в программе «Минута славы» в 2008 году и обещания украсть гимнастку Алину Кабаеву. Сейчас график маленького джигита расписан по минутам. Как идет подготовка к очередному фестивалю, выясняла наш корреспондент Карина Аванесова. Новая папаха, белоснежная курчавая бурка и мама, которая всегда рядом. Все, что нужно человеку для полного счастья, у Атамерлана уже есть. Последние штрихи к образу уже сделаны. Осталось довести до совершенства хореографию. Впрочем, его гибким ногам в кожаных ноговицах покоряются любые движения. Атамерлан начал танцевать для нас неожиданно. В три годика мы отдыхали с семьей в Прильбрусе, и он внезапно начал выдавать такие движения. Четыре года его пригласили на фестиваль Владимира Спивакова, и после участия в этом фестивале, по рекомендации Владимира Спивакова, мы попали на «Минуту славы», без каких-либо кастингов. «Минута славы» растянулась на годы. Бесконечные конкурсы, концерты дома и за рубежом, словно блестящие конфетти, сыплются на Атамерлана со всех сторон. Он обладатель четырех гран-при международных фестивалей. Для дипломов и кубков в квартире уже отвели специальную комнату. Но самым дорогим все же остается приглашение на фестиваль «Москва собирает друзей». Для меня это большая честь, что сам Владимир Спиваков пригласил меня на свой фестиваль дважды уже. В будущем я мечтаю танцевать в Кабардинке и ездить за границей и участвовать в разных фестивалях. Сейчас Атамерлан танцует в ансамбле «Кавказ». Занимается в детской школе искусств номер один. Репетиции проходят в усиленном режиме. До поездки в Москву осталось всего несколько дней. В репертуаре джигита семь танцев. На фестивале он исполнит две композиции – сборкой и барабаном. Очень талантливый ребенок. Он уже лет пять у меня занимается. Куда бы я ни ездил, никогда не подводил. Вот мне в чем нравится то, что он меня с полуслова понимает. Даже взгляд понимает. Джамбулат Гороев верит, что его воспитанник и на этот раз достойно представит республику в Москве. Для этого у него есть самое главное – желание и способности. Кавина Аванесова, Адмир Сабанчиев, Вести Утро Кабардино-Балкария. Это была последняя информация о выпусках. До встречи в следующем часе. Здравствуйте. Я приветствую зрителей программы «Вести Утро Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Сегодня в республиканских школах прозвучит последний звонок для 6 тысяч выпускников. По традиции прощание со школой пройдет в торжественной обстановке. Нарядный учащийся на путьстве учителей – вальс и символический прощальный звонок. Затем праздник переместится на улице Нальчика и в городской парк. Стоит отметить, что торжественная линейка впервые проводится 23 мая. Это связано с тем, что уже через три дня выпускники приступят к сдаче ЕГЭ. Госэкзамены начнутся 26 мая и продлятся до 11 июня. Резервные дни – с 16 по 19 того же месяца. В КБГУ проходит международная научно-практическая конференция, посвященная 150-летию окончания Кавказской войны. Участники конференции, юристы и историки из республик СКФО и стран Закавказья обсуждают правовые нормы кавказской цивилизации, их истоки, особенности и мировое значение. Участники научного форума уже подчеркнули актуальность исследования вопросов государственно-правового развития народов Кавказа, а также выразили надежду, что решения, принятые в ходе конференции, дадут новый импульс общему развитию региона. Десятилетний танцор и знальщик Атамерлан Калмыков примет участие в концерте известного музыканта Владимира Спивакова. На московскую сцену он выйдет в конце мая. Юный артист запомнился о российской публике после яркого выступления в программе «Минута славы» в 2008 году и обещания украсть гимнастку Алину Кабаеву. Сейчас график маленького джигита расписан по минутам. Как идет подготовка к очередному фестивалю, выясняла наш корреспондент Карина Аванесова. Новая папаха, белоснежная курчавая бурка и мама, которая всегда рядом. Все, что нужно человеку для полного счастья, у Атамерлана уже есть. Последние штрихи к образу уже сделаны. Осталось довести до совершенства хореографию. Впрочем, его гибким ногам в кожаных ноговицах покоряются любые движения. Атамерлан начал танцевать для нас неожиданно. В три годика мы отдыхали с семьей в Прильбрусе, и он внезапно начал выдавать такие движения. Четыре года его пригласили на фестиваль Владимира Спивакова, и после участия в этом фестивале, по рекомендации Владимира Спивакова, мы попали на «Минуту славы», без каких-либо кастингов. «Минута славы» растянулась на годы. Бесконечные конкурсы, концерты дома и за рубежом, словно блестящие конфетти, сыплются на Атамерлана со всех сторон. Он обладатель четырех гран-при международных фестивалей. Для дипломов и кубков в квартире уже отвели специальную комнату. Но самым дорогим все же остается приглашение на фестиваль «Москва собирает друзей». Для меня это большая честь, что сам Владимир Спиваков пригласил меня на свой фестиваль дважды уже. В будущем я мечтаю танцевать в Кабардинке и ездить за границей и участвовать в разных фестивалях. Сейчас Атамерлан танцует в ансамбле «Кавказ». Занимается в детской школе искусств номер один. Репетиции проходят в усиленном режиме. До поездки в Москву осталось всего несколько дней. В репертуаре джигита семь танцев. На фестивале он исполнит две композиции – сборкой и барабаном. Очень талантливый ребенок. Он уже лет пять у меня занимается. Куда бы я ни ездил, никогда не подводил. Вот мне в чем нравится то, что он меня с полуслова понимает. Даже взгляд понимает. Джамбулат Гороев верит, что его воспитанник и на этот раз достойно представит республику в Москве. Для этого у него есть самое главное – желание и способности. Кавина Аванесова, Адмир Сабанчиев, Вести Утро Кабардино-Балкария. Сегодня в Натчике на детском стадионе продолжится республиканский этап всероссийских президентских состязаний. В спортивную борьбу вступили школьные команды восьмиклассников. История же самих соревнований насчитывает 15 лет. Наша республика принимает в них участие в восьмой раз. Накануне в быстроте, силе и ловкости состязались 10 районных команд. Сегодня очередь городских. На кону ценный приз – путевка в Анапский лагерь смена. Там ребят ожидают интересная спортивная программа. Это идея проведения этих соревнований Владимира Владимировича Путина. Ребятам дают, как лучшим спортсменам нашей республики. 84 команды приезжают, они получают путевки. Бесплатные путевки от Москвы, чтобы они попадают на эти соревнования. И там живут 21 день и 21 день соревноваться. На этом наш выпуск завершен. Удачного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова